Доброго времени! В студии Анастасия Дороган. Это главные новости за неделю. 76% избирателей отдали свой голос за Виктора Томенко в качестве губернатора Алтайского края. Таковы итоги трехдневного голосования жителей региона. С большим отрывом Томенко обошел своих претендентов и перешел во второй срок руководства краем. Мы значительно за последние годы укрепили и нашу экономику, укрепили и наши собственные финансовые возможности. И сегодня можем себе позволить реализовывать проекты и благоустройство, и улучшение во многих сферах нашей жизни, заниматься вопросами повышения уровня заработной платы, социальной защиты и обеспечения тех, кто в этом сегодня нуждается. По прогнозам экспертов, главная борьба шла за второе место. Эту позицию заняла Евгения Боровикова от партии «Справедливая Россия за правду». Третье место взял Сергей Булаев, кандидат от ЛДПР. На четвертом, последнем месте, оказался Сергей Маленкович от партии «Коммунисты России». Он набрал вдвое меньше Боровикова и Булаева 4% голосов. Гражданскую позицию проявили треть жителей края, почти 548 тысяч человек. 100 тысяч жителей сделали это онлайн с помощью дистанционного электронного голосования. По количеству желающих попробовать такой формат, наш край оказался на втором месте в стране. Активнее всего голосовали в эту компанию жители западных территорий края. В лидерах Олейский, Завьяловский, Заринский, Куландзинский, Кытмановский и Суецкий районы. Но, безусловно, победитель – Родинский район. Здесь явка превысила целых 80%. Довольны ли не выигравшие кандидаты и партии итогами голосования? Что думают эксперты о политической картине края после этих выборов? И что ждет край? Об этом смотрите в следующем сюжете. Статус второй силы в регионе в очередной раз подтвердили справедливороссы. У Евгении Боровиковой почти 10% голосов населения. Победу Томенко в партии называют предсказуемой, ведь по всей России на фоне СВО и санкций избиратели консолидируются вокруг действующей власти. К тому же надо понимать результаты стартовых возможностей. Кто-то потратил на выборы 70 миллионов рублей, а кто-то, как наш кандидат, 500 тысяч. Безусловно, для Жени это позитивный результат. Жени и так достаточно известна в крае. Ну, известна именно как боец, борец за права граждан. И здесь она себя показала в этой части, безусловно, и для партии. Потому что мы же сами понимаем, в оппозиции не так много раскрученных, наверное, медийных лиц. И «Справедливая Россия за правду», наверное, занимает после «Единой России» второе место. Потому что есть сравнение с КПРФ, ЛДПР, где вообще, как бы, там, ну, там Прусакова, там Семенов и дальше там пустота. Сергей Булаев – кандидат от ЛДПР. Эту самую пустоту пытается заполнить его. Первый раз точно не будет последним, поделился он с нами. Как и Виктор Томенко, Булаев в предвыборку объехал весь край, знакомился и общался с населением. Ваши почти 8 процентов – это хороший результат? Я хотел больше. Безусловно, плох, да, тот солдат, который не хочет стать генералом. Естественно, я рассчитывал там на больший результат. Но, скажем так, это моя первая кампания, да, именно вот в плане губернаторских выборов. Поэтому там набрался политического опыта, на мой взгляд. ЛДПР без Жириновского – это совсем другая по потенциалу электоральному структура оказалась. И им гораздо сложнее кандидатам на местах без фонового информационного уровня федеральной поддержки, конечно же, сейчас позиционироваться. Все без исключения эксперты отмечают низкую явку и апатию населения к выборному процессу. Чуть больше 30 процентов пришли на избирательные участки края. Тут мы явно проигрываем соседям. В Кузбассе явка составила почти 80 процентов. Между тем, многие эксперты снижение явки называют общимировым трендом. Опять же, тут много составляющих, да. Одно из составляющих – это хорошая погода, которая сложилась в крае. Я ездил по избирательным участкам, и сами члены УИКов говорят, ну что вы хотите, такая погода, люди, кто на картошке, кто на даче, кто сезон закрывает. Очень еще интересный фактор – это статистика, поскольку явку дают, как правило, по числу явившихся на избирательные участки. А то, что привнесла с собой технология и процедура ДЭК, даются в качестве дополнительного. Хотя суммирование фактической явки и дистанционно-электронного голосования, соответственно, показывает, что сокращение не столь даже и существенное было. В 2018-м за Виктора Томенко удали голоса более 53% избирателей. Сейчас 76%. Это на 50 тысяч больше человек, чем 5 лет назад. Тенденция к стабильности – тоже тренд сегодняшнего дня, отмечают эксперты. В дальнейшем этот кредит доверия Томенко придется оправдывать. И люди отмечают дальнейшего, большего привлечения федеральных средств с тем, чтобы строили здоровье, выполняли все программы. Понятно, что на сегодняшний момент ключевое – это то, что мы видим и в рамках федеральной и международной повестки. Больше ориентация на восток. Тот же зерновой коридор, о котором говорил губернатор, на него будет завязан целый комплекс, по сути дела, производственных структур и секторов Алтайского края. Дорожная и в привязке к ней туристическая инфраструктура, о всем этом озвучено. В крае, я думаю, мы будем видеть дальнейшее стабильное поступательное развитие. Уже 18 сентября в Барнауле пройдет инаугурация вновь избранного губернатора. После Виктор Томенко начнет формировать новое правительство. По словам экспертов, большая часть министров, скорее всего, сохранит свои посты. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайские антимонопольщики оценят, насколько обоснована стоимость топлива на ЭЗС края. Исследовать ситуацию с бензином на рынке регионом поручила Федеральная надзорная служба. И в территориальном органе нам подтвердили, что получили соответствующие поручения из Москвы и проведут анализ цен на топливо для конечных потребителей, в том числе для аграриев. Последние очень ждут, когда ситуация стабилизируется. Иначе уборочная может не просто сдвинуться по срокам, а сорваться. На сегодня урожай собран меньше, чем на 40% площадей. Тему продолжит Елена Макаренко. Краснодарский край, Новопокровский район, станица Ильинская. Нету никакого топлива, кроме газа. Вот сегодня 10 сентября. А тут в этой станице около 260 фермерских хозяйств малых. Средний размер хозяйства 60 гектар. Посмотреть это видео нам посоветовали алтайские аграри. Они всерьез опасаются, что дизельный кризис и в принципе ценовой беспредел, который наблюдается на топливном рынке страны в последние недели, могут затянуться и сорвать уборочную не только на юге страны, но и в Сибири. Если до нас это доберется в 100 рублей, это будет не прилично, а катастрофично. А как вы думаете, доберется до нас? Да, я считаю, доберется. Алексей Батырский, фермер из Первомайского района, о проблеме с ценой на топливо и его дефицитом узнал от аграриев из других регионов и предусмотрительно закупил солярку впрок. Но примерно треть алтайских хозяйств, признают в Союзе фермеров края, испытывают сложности. По словам Александра Вайса, на темпы сбора урожая в крае пока больше влияет погода, но совершенно не радует рост цен на АЗС региона. Так, в Барнауле литр солярки сегодня стоит от 61 до 65,5 рублей. Это в среднем на 5-7 рублей больше, чем две недели назад. И это при том, что розничная цена ниже оптовой. Монопольный комитет должен заняться, почему у нас вдруг в стране, производящей столько нефтепродуктов, закончился собственный энергетический ресурс. В разгар уборочной кампании по всей стране. Об острой общефедеральной проблеме накануне говорили во время Восточного экономического форума. Президент отметил, в ситуации с ценами на топливо своевременно должен реагировать кабинет министров. Но производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время. А Федеральная антимонопольная служба на своем сайте разместила информацию о том, что контрольно-надзорные действия проведут территориальные органы службы. Территориальные органы проверяют экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителя. Соответствующее поручение получило и алтайское подразделение, подтвердили сегодня в ведомстве. От собственных источников известно также, что Минсельхоз запросил информацию по необходимым объемам ГСМ для завершения уборочной у хозяйств и местных администраций. И после того, как будут сформированы объемы, пройдут поставки ГСМ, топливом аграриев начнут обеспечивать по разнарядке. Сельхозпроизводители говорят, готовы принять и такое решение, лишь бы вовремя собрать урожай и не допустить катастрофы, как в аграрной отрасли, так и с ценами на продовольствие. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Обманутые жители Избийска собираются праздновать совершеннолетие ожидания своих квартир. Люди ждут сдачу дома 17 лет. Жители Наукограда провели митинг возмущения в краевой столице. В многолетней засаде оказалось порядка 30 семей. Выплачивая эту ипотеку, многие были вынуждены взять вторую, чтобы обрести наконец свое жилье. А за последние годы объект не вырос ни на один кирпич. Подробности далее. Живу в тесноте, в нужде. А планировал в просторной квартире. 17 лет назад Виктор Конончук стал дольщиком на тот момент элитной многоэтажки в Бийске. Он и еще порядка 30 человек. Собственником жилья он так и не стал, хотя один раз даже держал ключи от квартиры. Отдали для того, чтобы посмотреть. А это в каком году было? Это сейчас скажу. Сейчас скажу я вам. Наверное, это год был 12-й. Каждые два месяца дольщиков собирают на совещание, где рассказывают о завершении долгостроя. Поэтому сегодня люди приехали с митингом в Барнаул. Дом на улице Советская, 199-10, начал расти в 2006 году. К 2023 году готов каркас и завершен первый подъезд. Вот уже 17 лет, уже, можно сказать, выросло целое поколение людей за это время. В следующем году будем праздновать, не дай бог, но это, скорее всего, будет совершеннолетие нашего мероприятия. То есть мы до сих пор ждем строительства нашего дома. За последние два года единственное, что сделал застройщик, это снял крышу с нашего дома. Ну, чтобы использовать, наверное, профлист в каких-то своих целях. Изначально договора на Далевке люди заключали из Бийско-городской общественной организации участников военных конфликтов на территории РФ и стран СНГ, председателем которой был бывший глава Бийского района Евгений Якуба. В 2011-м у застройщика закончились деньги. В 2015-м объект передали компании «Прометей». И еще три года ушло на переделку проекта. Из чего строился дом? Всего, все бэушное. Здесь сейчас все делается усиление. Вот этот проем будет закладываться. Но ни один новый кирпич с тех пор, говорят дольщики, в доме не появился. Зато у дольщиков вырастают и уезжают дети, ради которых покупали квартиры. Сперва, конечно, был гнев. Потом уже сменилось на, извиняюсь за выражение, на идиотский смех. И в конечном итоге уже просто-напросто понимаешь, что уже как-то дорешать и забыть уже, как страшный сон. Судя по базе судебных приставов, у застройщика открыты из полулисты на сумму больше 4 миллионов рублей. А по словам дольщиков, компания в предбанкротном состоянии. Тем не менее, разрешение на строительство ей продлевают, из-за чего у правоохранителей нет основания для привлечения ее к ответственности. В этой ситуации дольщики надеются на поддержку региональных властей, чтобы объект сдали в ближайшем будущем и не пришлось праздновать совершеннолетие долгостроя. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев, День с толком. На этой неделе в Алтайском крае работал главный трансплантолог страны Сергей Готье. Одной из целей его визита было подписание соглашения взаимодействия Центра трансплантологии искусственных органов имени Шумакова и Краевой больницы, где функционирует отделение пересадки органов. Моей коллеге Татьяне Голубевой удалось взять интервью у высокого гостя. Они поговорили о том, на каком уровне находится служба пересадки в Алтайском крае, сколько трансплантаций должны проводить в год и почему людей, нуждающихся в замене органа, становится больше. Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, в чем важность подписания соглашения об организации трансплантологической помощи в Алтайском крае? Мы подписывали соглашение о взаимодействии между нашим учреждением и больницей Краевой. Это не с Алтайским краем, это с конкретным учреждением, в котором развивается программа трансплантации. И поскольку она нуждается в дальнейшем развитии, в экспансии, то соглашение касается вопросов подготовки кадров в основном. Подготовки кадров. А что это значит? Это значит, ну, прежде всего, это преподавание, так сказать, новых направлений, позиций. И второе, и, наверное, самое главное, это непосредственное участие сотрудников больницы в работе нашего института в области трансплантации органов. Что значит? Они не должны платить за обучение. Это все входит в рамки этого соглашения, что по мере необходимости подготовки какого-то специалиста, а это может быть хирург, анестезиолог, реаниматолог, гипотолог, кардиолог, сестры операционные. Вот, это ассортимент очень широкий. В последние годы помощь в пересадке органов стала требоваться чаще. И если да, то какое там объяснение? Ну, вообще, это мировая тенденция. Число трансплантаций, выполняемых в мире, оно измеряется сотнями тысяч трансплантаций. И, конечно, больше всего это почка. Больше всего трансплантации почки выполняется. И это, опять же, связано с тем, что, несмотря на улучшение качества жизни, каких-то диет, которые люди применяют, все равно растет число диабетиков. А диабетики – это, так сказать, источник вот тех самых пациентов с почечной недостаточности. Ну, и не только эти. Различные условия и труда, и жизни могут приводить, да, наследственность может приводить к различным вот таким состояниям, когда требуется возмещение функции какого-то органа. Тенденции показывают, что число больных, нуждающихся в трансплантации в мире, постепенно растет. Но оно растет не само по себе, оно растет еще и параллельно с возможностями все-таки оказания этого вида помощи. И в связи с этим, как бы Вы оценили развитие трансплантологической помощи в России, в Алтайском крае в частности? Россия, она достаточно неоднородна по уровню развития медицины в различных регионах. Это не секрет, так сказать, и есть регионы, в которых есть какие-то виды помощи, которые оказываются населением. В некоторых они только развиваются. Это все требует, опять же, и обучения, и финансов, и так далее, чтобы организовать данный вид помощи. А вообще-то данный вид помощи имеется в виду именно в Алтайском крае. Ну, тут надо сказать, что при наличии специалистов, которые это могут делать, но в отсутствии, так сказать, организационной схемы, как выполняются те или иные коммуникации между учреждениями, потому что трансплантация – это не дело одного учреждения, это дело всей медицины данного региона. И вот для того, чтобы это все взаимодействовало, необходимо разработка и принятие административного акта. Ну, в Москве это называется приказ Московского департамента здравоохранения по организации транспортологической помощи населению. Вот этот приказ, он в рамках нашего государства, он является наиболее совершенным с точки зрения учета всех обстоятельств, которые возникают. Поэтому вот этот приказ, он является, ну, как бы основой для того, чтобы каждый регион из него мог почерпнуть то, что характерно для этого региона. И, соответственно, базируясь на российском законодательстве, все это должно быть прописано, и каждый главный врач, каждый участник этого трансплантационного и донорского процесса должны знать, что они должны делать, когда наступит время. Но здесь есть определенные преимущества, я имею в виду в Алтайском крае. Если есть регионы, в которых приходится начинать с чистого листа, то есть нет ни специалистов, ни опыта, ни, так сказать, ну, какой-то идеологии в голове, вот, а надо сделать. Вот это один вариант. И тут более сложно. Тут надо больше людей обучить, как-то больше людей привлечь, которые сторонние организации, которые тоже участвуют в этом процессе. Вот здесь же несколько уже, ну, помягче, потому что здесь есть опыт всех видов трансплантации, так сказать, основных. Это трансплантации почки, которая сейчас идет, происходит. Это трансплантации печени, которая была, но ее надо, так сказать, восстановить. И трансплантации сердца, то же самое. Мы обо всем, об этом говорили с министром здравоохранения вчера и с главным специалистом Григоровым Евгением Дмитриевичем по дальнейшим шагам развития трансплантации и донорства в Алтайском крае. Сколько у нас сейчас здесь, в Алтайском крае, делают операции и сколько желательно будет, чтобы делать это? Расчет довольно простой. Он базируется на тех цифрах, на числе пациентов, которые за год приходят к пятой стадии хронической болезни почек, то есть переходят на заместительную почечную терапию. В данном случае мы имеем в виду диализную помощь. Если на диализ в Алтайском крае приходится где-то человек 60, ну, в зависимости от года, 50-60, то, соответственно, такое же количество трансплантации почки нужно выполнять. И это количество может быть, так сказать, выполнено с помощью как посмертного донорства, так и родственного донорства. Порядка двух с половиной лет у нас страна и весь мир, собственно, жил при коронавирусе. Каким-то образом эта ситуация повлияла на количество трансплантаций? В принципе, ковид, вот сама эпидемия, вот это вот, все, что происходило в течение двух с лишним лет, это просто, ну, так сказать, нарушение привычного механизма взаимодействия между учреждениями. То есть те больницы, которые раньше работали как донорские базы, то есть источники донорских органов, стали работать как стационары ковидные, и, соответственно, эту деятельность выполнять не могли. Поэтому уменьшилось количество донорских органов. Потом это все восстановилось. Сейчас мы уже живем совершенно в другом качестве, в другом медицинском климате, что ли. И мы сейчас этих вопросов не касаемся, и слава Богу. Когда донорство-то восстановилось, идет рост выполнения трансплантации по стране. Ежегодно на 200 операций мы увеличиваем этот рост, а в этом году мы должны увеличить на 500. Ну и заключительный вопрос. Какие перспективы развития трансплантологической помощи в Алтайском крае вы видите на ближайшие 5 или 10 лет? Мы вчера говорили, опять же, на совещании о том, что нам понадобится примерно год для того, чтобы реанимировать программу трансплантации печени и трансплантации сердца. С нашей стороны, как ведущего учреждения, как, в общем, такого конгломерата технологий, который мы делимся, вот, тут вопросов не будет, и мы можем своих сотрудников присылать для выполнения конкретных операций, ну, это таким, просто командировать сотрудников, провести операцию вот там-то, там-то при наличии органа, чтобы этот орган не пропал. Мы об этом договорились, и, в общем, это... И это надеется на лучшее? Нет, ну, мы не можем надеяться на какой-то другой исход. Конечно, мы должны улучшить ситуацию. Я думаю, что для этого в Алтайском крае, я имею в виду уровень медицины, вполне есть все основания. Больше 200 воспитанников детской спортивной школы «Юность Алтая» по хоккею на траве уже через две недели могут остаться на улице. В помещении, где на протяжении многих лет зимой занимались спортсмены, им отказали. Причем сделало это руководство спортивного клуба «Коммунальщик», то есть по тому же спортивному направлению. Альтернативные варианты родителям найти не удалось. Расписание спортзалов давно забито. Конкретных предложений не звучит и от Министерства спорта. Кто виноват в сложившейся ситуации и что теперь будет с юными хоккеистами, смотрите в сюжете. Двигаемся прямо, пас в диагональ и в обратную сторону. Пока дети бегают на открытом поле, их родители, а точнее инициативная группа, рассказывают о проблеме, с которой они столкнулись в конце июля этого года. В этом здании мы занимались на протяжении 8 лет. И теперь мы узнали летом, что мы больше здесь не занимаемся. Куда нам идти, где нам заниматься, мы не знаем. Родители хоккеистов говорят, они не просто возмущены, что их дети остались в зиму без скрытого помещения. Им обидно и досадно, что отказ поступил от заслуженного тренера России по хоккей на траве, руководителя клуба по тому же виду спорта Владимира Кобзева, одного из владельцев спортзала. Казалось бы, две организации должны работать в крепкой сцепке. А тут разлад. Возмущены мы до крайности, потому что наши дети остались на улице, они любят этот вид спорта, занимаются уже восьмой год, с удовольствием идут на тренировки. И очень обидно, печально, что дети остались реально на улице. У Владимира Кобзева на этот счет свое объяснение. О том, что договор о ренте спортзала не будет продлен, школу юности Алтая, по его словам, предупредили заранее. Убежден, оставить ее нельзя, иначе изношенное напольное покрытие из-за ударов клюшек совсем развалится, и спортзал придется закрыть. А на его ремонт нужно порядка 5-6 миллионов, которых нет. Тут бы накопившиеся долги погасить перед управляющей компанией, плюс налоги, говорит Кобзев. Вот сейчас они подали в суд, я думаю, суд они выиграют, потому что закон на стороне этой компании, нам там 300, почти 350 тысяч придется платить. Плюс платим мы налог на землю. За это и за стадион 217 тысяч. В феврале, до 17 февраля, эту сумму надо заплатить. Кобзев утверждает, из-за юности Алтая зал ежемесячно терпел убытки в размере 170 тысяч рублей. Ведь спортшкола за час аренды зала платила чуть больше 2 тысяч рублей. Для сравнения, занимающиеся здесь же футболисты, 3 тысячи. Но проблема очевидна не только в финансовой плоскости. Из-за многочисленных официальных ответов чиновников родителям хоккеистов понятно, что Министерство спорта хотело бы передать довольно изношенную спортивную инфраструктуру на Малахова в госсобственность. Но садиться за стол переговоров руководитель коммунальщика не рвется. Вопрос решался так. Вот эта вот земля, вот перед, а враг вот этот, здесь было футбольное поле. Александр Богданович Карлин когда был, мы в девятом году Еврокубок выиграли, он говорит, давай землю в госсобственность передавай, я тебе построю стадион. Я говорю, в госсобственность передать, я говорю, давайте школу откроем и землю в школу передадим. Школу открыли 1 января 2010 года, а 26 декабря 2009 года земля была уже в школе передана. Ну там название уже было, юность Алтая, землю передали в школу. Школа платила налоги, а ничего никто не строил. На вопрос, куда идти сегодня, воспитанникам юности Алтая Кобзев советует обойти школы и арендовать доступный зал. Но свободных, говорят родители, уже не осталось. На запрос от нашей редакции Министерство спорта ответило лаконично, но не конкретно. Сообщаем, что совместно с администрацией учреждения определены несколько удовлетворяющих требованием вариантов помещений. В настоящее время согласовывается документальное оформление и финансирование. Прерывание процесса спортивной подготовки не планируется. А между тем, перейти в помещение дети должны уже к октябрю. Обидно за вид спорта. Я сама из Мособласти и приехала сюда в 2010 году помогать развивать этот вид спорта. Играла за команду коммунальщиков продолжительное время. Раньше, да, было как-то и на слуху. И, в принципе, все команды были рады с нами и поиграть, и была какая-то конкуренция. На данный момент этого нету. И, к сожалению, мы не можем полноценно достичь определенных высот за счет того, что нам не позволяет инфраструктура. Добавим, в 2021 году между Министерством спорта края и Российской Федерацией хоккея на траве было заключено соглашение о развитии этого вида спорта высших достижений в регионе. Один из его пунктов – создание благоприятных условий для получения высоких результатов и повышения эффективности тренировочного процесса. Мы будем следить за развитием ситуации. Подпевали все. Дима Билан выступил на благотворительной акции в Барнауле. Звезда российской эстрады поздравил участников вокального конкурса «Особенный вокал. Дети» и познакомился с Вильмирой Шадриной, победительницей конкурса, с которой совсем скоро запишет музыкальный хит. Подробнее о детях, чьи творческие способности не имеют границ, расскажет Валентина Аскерова. В конкурсе «Голос» хочешь поучаствовать? В «Голосе» конечно хочу! Я люблю этот проект. Мы смотрим его по телевизору. Мне так нравится, когда все поворачивают. Это так круто! У этой девочки все только начинается. Музыкой юная Вильмира занимается 8 лет. Малышка от рождения незрячая. Но это не мешает покорять музыкальный олимп и пробивать сердца жюри на уникальном в России конкурсе. Особенный вокал – дети. Песенный конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья появился благодаря волонтерскому проекту «Мехутка». На музыкальный поединок пришли 50 вокалистов из разных регионов Сибири, где два дня отбирали самых талантливых. После слепых прослушиваний жюри выбрало 10 участников. Они и стали финалистами. В итоге пальму первенства жюри присудила Велимире Шадриной. Победитель первого украиного корпуса среди особенных победителей. У меня было три кандидата. Но победительница, так как она была в самом конце, она просто покорила мое сердечко. И я подумал, что как будто и нет других вариантов. Я чуть-чуть опоздал в комнату, где принималось решение. И когда я пришел, я говорю, ну что у вас? Они говорят, ну девятый номер. Я говорю, а, все понятно, да, единогласно. Победительница поедет в Москву для записи совместной песни с российской звездой Димой Биланом. Даже если бы я здесь записала трек с Биланом, я бы была тоже безумно рада. А ты знаешь, какую вы песню будете с ним петь? Нет. Не знаешь, для тебя это сюрприз. Я вообще не знаю, что я выиграю. Для меня это вообще все удивление. Я очень рада, удивлена. Я любил, я между нами полный я. А вот и сам Дима Билан. Поет для детей с ограниченными возможностями здоровья. Приезд кумира стал настоящим сюрпризом для финалистов. Артист, к слову, приоткрыл завесу тайны совместного хита с победительницей. Вместе с Димой Барнаул приехал и победитель третьего сезона шоу «Голос. Дети» Данил Плужников. Вместе они исполнили песню «Мама» для мега-талантливых детей, у которых однозначно есть все шансы, так же, как и им, собирать стадионы. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok